Время посетили. Доводилось ли вам быть в Риге и играть здесь раньше? Да, да. Уже несколько лет назад мы играли здесь спектакль под названием «Мним и больной». Очень многих российских актёров что-нибудь досвязывает с Ригой. Эта связь существует между вами и нашим городом? Вы знаете, я вам скажу, с Ригой, я думаю, что любого петербуржца, ленинградца связывают. Но это такой город мечта. Мы все, конечно, здесь когда-то бывали, и в детстве. И этот город всегда был связан, мне кажется, для любого ленинградца, для любого ленинградского, наверное, ребёнка. Это всегда был город невероятной красоты. Собственно, он таким и остался, и такой немножко мечтой. И потому что ничего оригинального я тут не скажу, но это потрясающий, неповторимый город. Это одно из тех мест на Земле, которые ни с кем никогда не перепутаешь. Потрясающий, фантастический, удивительный город. Актёр – это ваше призвание? Или вы мечтали о другой профессии? Вы знаете, я... Нет, просто был лично-еский такой в жизни перепад, когда я в детстве ненавидел, не то, что ненавидел, а как любой такой ребёнок ленинградский, которого пытались водить в театр, я всегда этого избегал. И никогда меня не тянуло, никогда. Было такое совершенно какое-то от этого дела дистанция. И потом вдруг в седьмом классе всё изменилось как по хлопку, по щелчку. То есть у меня как бы эта мечта возникла. Она у меня возникла, когда я учился в седьмом классе, и когда я оказался в театре имени Веры Фёдоровны Комиссаржевской. У нас есть в Петербурге такой театр. Тогда им руководил Рубин Сергеевич Агамерзиан. Я вдруг оказался совершенно случайно. И навсегда помню этот спектакль, запомнил, который был первым в моей жизни, который вдруг, то есть идя в театр, я ни о чём не думал, а выходя из театра, уже был немножко повёрнут на этой мечте. Это был спектакль «Забыть Геростраты». Так что это так случилось как-то всё очень резко. Многие актёры говорят, что все роли, которые они играли, для них любимые. Так ли это? Вот вы можете выделить? Вы знаете, честно вам скажу, нет. Я очень недоверчиво отношусь к своим коллегам, которые так говорят. Это действительно очень распространённое мнение о том, что, ещё так иногда говорят, все роли как дети. Вы знаете, я никогда так не считал, не считаю, и наоборот, очень ценю такое качество и в коллегах, и в себе самом. Я считаю, что надо уметь любить и надо уметь ненавидеть. И это два очень замечательные качества. Они, возможно, противоположные между собой, но по силе они где-то близкие. Нужно уметь любить хорошие спектакли, в которых ты играешь, и нужно уметь ненавидеть плохие спектакли, в которых тебе тоже, бывает, приходится играть. Нужно обожать хороших партнёров, любимых партнёров с которыми, и нужно не любить и ненавидеть плохих партнёров. Я думаю, что здесь, я думаю, что это очень важно. То есть, неправильно всё любить. Неправильно. Нужно любить хорошее и сильно не любить плохое. А вы сами ходите в театр? Очень люблю. Стараюсь ходить. И какое-то время назад смотрел, ну, вообще, почти всё, что у нас было в Питере. Но немножко, конечно, со временем, с занятостью это не всегда удаётся. Я люблю ходить, я очень люблю ходить, смотреть своих друзей на сцене, своих знакомых. Поэтому, да, я из тех, кто старается ходить. У вас много работы в театре и в кино. Работали со многими режиссёрами. А сами не пробовали поставить что-нибудь? Вы знаете, никогда не пробовал. Я всегда относился к актёрской режиссуре очень подозрительно. Всегда мне казалось, что актёрская режиссура такая она... Я не очень её люблю, не очень в неё верю. Правда, в моей судьбе года три назад случилась такая встреча. Да не три года, меньше, пару лет назад случилась встреча. У нас в Петербурге есть такой небольшой театр. Театр при музее Достоевского, в котором я сейчас играю уже в двух или в трёх спектаклях, которые поставил актёр. Ну, вот он как раз немножко в эту сторону двинулся. Актёр Александр Баргман, который учился в институте не на моём курсе, но в одно время со мной. И это вот такая счастливая встреча. Но для меня это просто исключение, подтверждающее правило. Вообще, мне кажется, что режиссёр — это профессия совершенно отдельная. И я в актёрскую режиссуру не очень верю. А спорить с режиссёрами приходится? Больной вопрос. Приходится. Приходится. И есть режиссёры, которые идут на контакт, и в результате становятся лучше. А есть режиссёры, которые идут на контакт, и в результате становятся хуже. А есть режиссёры, которые не идут на контакт, и в результате становятся непонятно как. Здесь количество комбинаций бесконечное. Конечно, мечта любого артиста, чтобы встречался режиссёр, который тебя бы слышал. Но это бывает не всегда. Иногда встречаешься с очень жёстким диктатом, очень жёстким. А иногда встречаешься с режиссёром, который пытается тебя услышать. Всё очень по-разному, никаких рецептов нет, и всё как-то решается где-то не здесь. Все мы мечтаем, а вы мечтаете сыграть какую-нибудь роль такую особую? Нет, вы знаете, я не о роли мечтаю, я бы так сказал. Я мечтаю о... Для меня роль, на самом деле, как бы это так сказать, далеко не первична. Я мечтаю о компании, о группе крови, о спектакле, в котором бы собрались партнёры, которых бы я очень любил и обожал. У меня есть такие партнёры, их, наверное, не так много, и я считаю, что это правильно. Вот все мои встречи на сцене, например, с Аней Ковальчук всегда для меня самые счастливые, их было в театре очень много. И, например, вот с этой актрисой я мечтал бы встречаться бесконечно на сцене, и любая встреча с ней... Ну, есть ещё несколько, я опять же говорю, немного. Поэтому я мечтаю только о партнёрах. О партнёрах, потому что если собирается компания, если собираются даже не компания, не то слово, просто люди, которых ты любишь на сцене рядом, тогда это да. А если такие люди не встречаются, то никакая роль, никакой гамли тебе, никакого счастья не принесёт, кроме мучений. Благодарю вас и хороших вам ролей. Спасибо большое. На этом у меня всё. Следующий выпуск новостей будет в 9 часов утра. Доброе утро. Обманом или угрозами заставляли стариков подписать договор опеки.